Между инфляцией и депрессией, что убивает импортозамещение. Здравствуйте, сегодня среда, 5 апреля, с вами Максим Блант и свежая новость дня. Слишком быстрый рост зарплат на фоне падения производства создает угрозу для российской экономики. Так, по крайней мере, считают в центре экономического прогнозирования Газпромбанка. Поводом для такого непатриотичного вывода стала официальная статистика. По итогам февраля реальные зарплаты, то есть уже с поправкой на инфляцию, выросли по сравнению с февралем 2022 года на 0,6%, а экономика по оценке Минэкономразвития сократилась на 3,2%. Для начала о том, почему это плохо. Производительность труда падает, получают работники больше, а на гора выдают меньше. Это значит, что издержки бизнеса растут, а рентабельность и конкурентоспособность падают. Для потенциальных инвесторов такая картинка – лучший демотиватор. Более того, ситуация, когда денег на руках у работников становится все больше, а товаров, которые можно купить за эти деньги, все меньше – идеальная питательная среда для инфляции. А за инфляцией у нас строжайшим образом следит центральный банк во главе с Эльвирой Набиулиной. И у нее же, в случае чего, рука не дрогнет, и ставки повысить, да и административные меры принять, если уж совсем предпечет. Вылечить проблему, на которую обратили внимание аналитики Газпромбанка в нынешних российских условиях, не представляется возможным. Рекордно низкий уровень безработицы, которым так гордится Владимир Путин, в переводе на человеческий язык, означает «острый дефицит кадров». Собственно, происходит ровно то, о чем предупреждали еще год назад, когда в школах начали вести уроки о пользе санкций и блестящих перспективах импорта замещения. Сейчас это слово употребляется все реже, а тогда его можно было услышать из каждого утюга. Так вот, наращивать производство товаров для замещения импорта просто некому. А если учесть проблемы с ввозом в Россию современного оборудования, то и у модернизации производства, которая позволила бы наращивать выпуск с тем же количеством работников, весьма ограниченный потенциал. В последние полгода ситуация серьезно ухудшилась по нескольким причинам. Во-первых, мобилизация изъяла с рынка труда 300 тысяч дефицитных работников. Это если верить официальным цифрам. В том числе и квалифицированных кадров, заменить которые непросто. Во-вторых, она же спровоцировала дополнительную волну оттока работников из России. Наконец, в-третьих, после того, как выяснилось, что воевать мобилизованным нечем и не в чем, начался мощный отток кадров из гражданских отраслей в госсектор, занятый производством всего необходимого для войны. И вот теперь российская экономика на распутии. Либо дефицит рабочей силы выльется в лучшем случае в стагнацию производства. При этом надо понимать, что власти приложат максимум усилий для наращивания военного производства. А это можно сделать только за счет выпуска товаров гражданского назначения. Либо начнется гонка между ростом зарплат и цен на прилавках. Причем у цен будет явное преимущество. На этом на сегодня все. С вами был Максим Блат. До встречи.